Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех и в этом видео мы с вами рассмотрим очередную, очень интересную и весьма сложную партию двух выдающихся гроссмейстеров. Индийца Вишванатана Ананда и украинца Василия Иванчука. Этот поединок был сыгран в четвертом туре международного турнира в испанском Дос Эрманасе в 1996 году. Как я уже сказал, партия весьма сложная, с множеством различных ответвлений, которые очень интересны и подчас более красивы, чем то, что мы увидим в самом поединке. Поэтому партию будем рассматривать подробно, разложим все по полочкам и разберемся до конца. Итак, Е4 сыграла Нанд, Е5, КФ3, КС6, СБ5. Это испанская партия. Иванчук играет А6, после слона А4, КФ6, 2-0, слон Е7. Ладья Е1, Б5, слон Б3 и Д6. Белые играют С3, рокировка Х3. У черных тут уйма возможностей и украинский гроссмейстер останавливается на системе Зайцева. Ставит слона на Б7, Д4, ладья Е8, КБД2, слон Ф8. Белые закрывают центр, прогоняя коня и играют КФ1, КБД7, КЖ3. Белые уже готовы зайти конем на Ф5, поэтому Иванчук играет Ж6, КНХ2. Тут также стандартные испанские маневры, КЖ4, ФФ3. Черные играют Х5, предупреждая один из них, КН возвращается на Ф3. Таким маневром белые добились ослабления черных полей. После КНЦ5, С2, С6, атакуя пешку, белые играют Б4, прогоняют коня на Д7 и меняются на С6. Слон возвращается на Б3, посматривая на пешку Ф7, КБ6. Анант связывает коня, и эта связка становится очень неприятной. Все это последствия ослабления черных полей на королевском фланге. Слон Д7, КНХ4, угрожает КЖ6, СЕ6 и ФФ3, нападая на коня. КБД7 играет Иванчук, защищая фигуру. Ладья выходит на Д1, ладья Ц8. Ладья Д3 и размен на Б3. В этой позиции черным стоило сыграть ладья Е6, дополнительно защищая связанного коня. Но Иванчук пошел в ФЕ7, и этот ход уже допускает одну из типичных жертв в подобных позициях. Конечно, наше внимание привлекают прежде всего поля Ф5 и Х5. И жертва коня на Х5 здесь была абсолютно корректной. Правда, вариант тут очень непростой. После взятия КНФ5, ФЕ6 и СНХ6. Взятие, шах, король отходит, конь возвращается на Ф5, нападая на пешку Д6. Если черные сыграют Д5, чтобы после взятия отойти ферзем и на Д6 поставить пешку на Е4 с вилкой, то ФЕ4 с угрозой мата, и у белых тут выигранная позиция. Поэтому ладья С6 нужно играть черным, белые нажимают на пешку второй ладьей и все-таки завоевывают ее. После взятия ФЕ8, ФЕ3, ФЕ8, ладья бьет А6. В итоге получилась вот такая интересная позиция, в которой у белых есть достаточная пешечная компенсация за коня. Но самое главное это то, что их фигуры занимают очень активные позиции, что дает им, по мнению компьютера, решающий перевес. Но эту партию играли не компьютеры, а люди, пускай и довольно сильные в плане шахматной игры. Поэтому ладья ЕД1 сыграл Анант. Это тоже весьма неплохое решение. Белые нажимают на пешку Д6. Черные играют ФЕ6 и тут индийский шахматист совершает прыжок конем на Ф5. Принятие жертвы было возможным. После конь бьет Ф5, ФБ3, слон А6. Взяли, забрали. Белые забирают на Д6, угрожая забрать одного из коней. Но черные забирают пешку. ФЕ5, ладья С6 в попытке разменять активную ладью. Но та отходит на третью линию и ФЕ5. Белые хотят вернуть коня на Ф5 и поставить мат на Ж7. Получается вот такая интересная позиция, весьма сложная для оценки. Опять же, компьютер сигнализирует о том, что у белых тут решающий перевес. Но поди за доской разберись. Даже если ты Анант или Иванчук, сделать это непросто. Василий Михайлович рисковать не стал. Вместо взятия коня он побил пешку. Конь бьет Д6. Вилка, слон Д6. И тут Анант сыграл в высшей степени сильно и тонко. Если просто забрать слона, то после ладья С3 активизируется черная ладья. Далее ладья С7, ладья А6. И хотя у белых здесь также солидное преимущество, все же на доске полное материальное равенство. И черные имеют неплохие шансы защититься. Но Анант сыграл иначе. Вместо взятия слона он сначала пошел С3, напав на ферзя. Заставив его забрать пешку и тем самым перекрыв вертикаль С для своей ладьи. Теперь белые уже забирают на Д6 и хотят побить коня Ф6. Тот отскакивает с нападением на слона. Слон отходит и второй конь идет на Ф8. Вот так за два хода черные кони отступили в тыл, а белые получили возможность во второй раз в партии пожертвовать коня на Ф5. В этом случае брать коня нельзя. Последует шаг. После перекрытия забираем, конечно, ладьей. Брать ладью нельзя ввиду мата, поэтому нужно отходить. Шаг, король Ж8, вскрытый шаг. И тут белые все-таки ставят мат. В случае король Ф8, ладья Ж8, если забрать ладью, то мат следующим ходом на Ж7. Поэтому после коня Ф5 нужно играть иначе. Например, ладья Ц7. Король АЖ2, своевременный отход королем. После взятия на Б4, слон Д2. Далее шаг и ладья Ц1. Белые пытаются разменять защитника пешки Ф7, поэтому нужно отходить. Ладья Ц6, нападая на пешку А6. А после хода А5, жертва на Ф7. И оказывается, что пешка Ж6 тоже уязвима. После взятия шаг, в случае взятия слона, забирается ладья. А если отойти, то, конечно, взятие на Ж6. И в конце концов, в этом варианте белые добиваются победы. Но Анант посчитал, что две жертвы на одном поле, это уж слишком. Поэтому решил забрать на А6. А после ладья Е6, разменялся на этом поле. Интересно, что тут белые располагали еще и взятием на Х5. Помните, при большем числе фигур, мы с вами рассматривали такой боковой вариант. После ЖХ, ферзь Ж3, король Х8, ферзь Е5 шаг и Ф6. Ферзь Ф5, ладья Д8, происходит размен. Ферзь Д7 угрожает мат, но конь Е6. И после ферзь Е8 перекрытия, все-таки отыгрывается фигура. Но в конце концов, получается вечный шаг в исполнении черных. То есть, этот вариант со взятием на Х5 приводил к ничьей. Поэтому ход Ананда, который он сделал, оказался абсолютно верным. А что же сделал Ананд? Он все-таки пожертвовал коня на Ф5. И тут взятие коня на Ф5 было интересно. После взятия пешкой. Ферзь Х5, конь Е4, ладья Ц1. И черные отдают ферзя. Вот так. Король Х2. Получается интересная позиция с нестандартным материальным соотношением. У белых есть определенный перевес. Благодаря пешечному большинству на королевском фланге и активности ферзя. Но он не так уж велик. В партии же Иванчук решил не брать коня, а побил на Б4. Как мы видим, Василий Михайлович жертву не принимает в этом поединке. Ладья Д7. Далее. Конь Х, Ж5. Слон бьет Ж5. Ферзь Е1 шаг. Король Х2. Конь Ж5 с нападением на ферзя. Времени на вилку у белых нет. Далее. Ферзь Ф6. Ладья Ц1. Забираем на Ж5. Но черные контратакуют. Они без фигуры. Но после ладья Ц3. Ф3. Ладья Ц2. Белые проигрывают. Так как угрожает взятие на Ж2. Если ладья Д2. То ферзь Е1. Двойной удар. Поэтому Анант сыграл ферзь Ж3. Ушел из-под боя черного коня. Напал на этого коня. И сохранил возможность вилки. Конь Е4 сыграли черные. Теперь шаг со стороны белого коня. Отходит на Х7 Иванчук. После шага забирает. И ферзь бьет Е5. Что делать черным? Как защититься от угрозы ферзь Ж7? Лучше было все-таки сыграть ладья Ж8. Хотя, как показывает анализ. И в этом случае. Играя Х4. Белые добивались решающего перевеса. Тут очень интересные. И не такие уж сложные варианты. Если пойти в ферзь Д2. То последует не ферзь Е4. Ввиду шага. Далее ладья Ж7. Ну и в этом ферзевом окончании. У белых лишняя пешка на королевском фланге. По-хорошему. При точной защите. Черные должны сделать ничью. Оставят пешку на Ф4. И угрожают жертвой ферзя на Ж5. С последующим ХЖ. На ферзь Д8. Перекрытие ладья Е7. Возобновляя угрозу. Тут уж после взятия конем ферзя. Можно забрать любой пешкой. И черные беззащитны. Если же сыграть ферзь Б4. То шаг на Ж5. Ферзь Ф5. Еще один точный ход. Шаг Ж3. Ладья Ж7. Вроде бы черные защитились. Но нет. После взятия комбью Ж5. Шаг Ферзем. Ну и здесь у белых мобильный ферзь. Все-таки он сильнее. Чем ладья и конь черных. Да и пешка Б5. Видимо вскоре потеряется. В общем это технически выигранная позиция. Таким образом ход ладья Ж8 был самой упорной, хотя и недостаточной защитой от угрозы ферзь Ж7. Но Василий Иванчук решил проигнорировать угрозу соперника и пошел в ферзь Д2. Ананду предоставляется возможность шахами загнать черного короля в угол. Но сумеет ли индийский кроссмейстер это сделать? Ферзь Ж7 он пошел. Далее Х4. Забирает пешку Иванчук. Ферзь бьет Ж6. Угроза Ж3. И после взятия конем взятие ферзем с матом. Поэтому нужно защищаться. И после ферзь бьет Е4. Приятно такой ход делать. Восстанавливаем материальное равновесие. Даем шах. Иванчук сдался. Тут стало очевидно, что мата черному королю не избежать. После отхода шах пешкой. Далее Ферзь Ф5. И Ферзь Ж5. Вот такая очень сложная, непростая для освоения партия. В которой мы с вами увидели несколько возможностей жертв на Аш5 и Ф5. Это вполне типично для разыгранного дебюта. А именно испанской партии. Такие сложнейшие варианты и позиции часто встречаются в практике сильных гроссмейстеров. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.